Конечно, я пока могу что-нибудь немножко рассказать, может быть, о себе. Меня зовут Наталья Маньковская, я живу и работаю в Риге, в Латвии. Я долу уже довольно давно, я занимаюсь темой грудного вскармливания, подготовки к родам, работаю с беременными, около 15 лет уже примерно. Я уже немножко начала о себе рассказывать, совсем чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Сказала, что я уже примерно 15 лет занимаюсь темой грудного вскармливания, беременностью, родами, участвую в родах уже несколько лет с небольшими перерывами на свою беременность и выращивание маленьких детей. Два раза я делаю такой перерыв, у меня у самой трое детей. И трое родов, одни в Рижском роддоме, в больнице, прекрасные, совершенно естественные роды и двое домашних родов, сертифицированные домашней акушеркой. Сегодня я могу рассказать опыт и таких родов, и таких. Я сама много раз участвовала и в родах в больнице, и в домашних родах, и в родах в частном родильном центре. И, в общем-то, готова ответить на ваши вопросы и рассказать про то, что вам интересно. Мне очень интересно вообще собрать опыт родовоспоможения в разных странах. Вот как я вначале сказала о том, что это помогает женщине добиться некой уверенности в своих желаниях, когда кажется, что ты такая одна, хочешь роды в воду, это странно. А везде это абсолютная норма. И вот начать бы я хотела наш прямой эфир с того, чтобы ты рассказала о палатах. Вот как они устроены, и какие там условия есть. Как они устроены? Знаете, палаты достаточно обычные. То есть я немножко видела фото из современных палат и роддомов в России, и всё очень похоже. То есть у нас есть та самая пушетка, которая трансформируется и в кресло, и в кровать. Она, конечно, занимает центральное положение в этом зале. Они у нас достаточно недавно делали ремонты в родильных отделениях, и там, как везде. То есть крашеные стены, симпатичные тёплые цвета картиночки. В каждой палате есть, ну, как ими стараются, чтобы был свой душ и туалет. Это всегда отдельная палата. То есть не бывает такого, чтобы женщина или там пара находилась в каком-то соседнем, ну, вот в помещении с кем-то ещё. То есть всегда стараются найти совершенно отдельное помещение для каждой рожающей женщины. Есть душ, туалет, мячик, фитбол. Есть коврик, который можно селить на пол, чтобы стоять на коленях. В рижском роддоме сделали такую интересную вещь. Сделали специальный крепёж для шарфа. То есть можно длинный шлинг-шарф привесить к потолку и вот на нём тоже подвисать. Шарфы тоже при желании выдают. Ну и вся медицинская часть. То есть там что-то похожее, как вот на кухонка со столешницей. В ней там спрятаны все медицинские нужные принадлежности, все медикаменты, там все пелёночки. Ну и вот, в общем-то, и всё. Ну плюс ещё тажарка с КТГ и для малыша вот эта вот пеленалка с лампой сверху с подогревом. В общем-то, больше ничего такого нет. Иногда можно попросить кресло-пуф, ну такой, знаете, кресло-мешок, ну, пледики. А есть ли вот родители спустики, на которых сейчас часто женщины рожают? Есть, он есть. Их парочка штук или несколько штук на отделение. Его можно принести. И в Рижском роддоме есть две палаты с ванной. Большой ванной для родов там можно рожать. Расскажи, пожалуйста, про то, как принимают роды. Ну, условно, тактика ведения родов. Вот с самого начала я хочу... Такой вопрос самый основной, да, что тут волнует. Скажем, если женщина приезжает в Россию в роддом, но с самыми начальными схватками у неё там раскрытие, не знаю, два пальца, да, и её оставят и будут чаще всего стимулировать. Вот как это у вас происходит? То есть если у неё там до 3-4 сантиметра, то женщину оставят или отправят домой? Ой, я очень надеюсь, что отправят домой. Потому что если звёзды встали хорошо, то скорее всего скажут, зачем мы приехали, и отправят домой. Но если как-то не очень всё сложилось, или, допустим, женщина или пара волнуется, и они очень настаивают, что её нам нужно в больницу, мы там рожаем, то могут оставить. У нас есть такое... Ну, в Терческом органе есть отделение наблюдения беременности и родов. И там, в общем-то, вот женщина и маринуется, по большому счёту, пока не начнётся более активная фаза родов. То есть там раз в три часа осматривают вагинально, ставят КТГ, и чтобы перевели в родильный центр, нужно, чтобы были активные схватки регулярно, то есть активная фаза родов, чтобы пошла. И чтобы, ну, хотя бы 3-4 сантиметра, чтобы было раскрытие. Ну, это вот такая стратегия в Рижском роддоме. Во всех больницах всё это немножко отличается, потому что, ну, там разные возможности размещения. Допустим, есть Булгарская больница, и там заезжаешь вначале в ту палату, в которой ты потом будешь жить, находишься в ней большую часть родов, потом переходишь, да, на 7-8 сантиметрах в родильный зал, там рожаешь, и обратно потом возвращаешься в свою палату, где продолжаешь снова жить уже с малышом. Но они тоже стараются не брать очень рано, они могут и на 5 сантиметрах отправить домой. То есть иногда пугая этим рожающих. Ну, конечно, нас стараются не брать слишком рано, потому что никому это не надо. Ну, и мы тоже стараемся на своих курсах, конечно, рассказывать, что, пожалуйста, приезжайте вовремя, не езжайте с первыми схватками, вам там нечего делать. Главное, чтобы в больнице нет таких возможностей, там всех держать. То есть у нас стараются не брать, и брать именно на активной фазе родов. Расскажи, пожалуйста, про то, кто ведут роды. То есть находишься ли всё время в женщине акушерка. Ну, понятно, что ты как до, когда сопровождаешь, ты женщины непрерывно. А вот, ну, расскажи подробно, как это происходит, когда ты в родах? Ой, ну, когда я в родах, это как бы маточка, я могу сказать про стандартный сценарий, да. То есть стандартный сценарий, я, короче, еще пара, потому что у нас всё-таки чаще рожают вместе с мужем, да. И обычно пара приезжает в больницу, они попадают в приёмное отделение, и там происходит вот это вот дородовое осмотр, чтобы посмотреть, какое раскрытие, какие схватки. И самое главное, им нужно оформить документы, потому что без этого дальше работать никак нельзя в больнице. Вот, и если выясняется, что всё славно, и схватки хорошие, и раскрытие какое-никакое, но всё-таки есть, то есть там 3-4 сантиметра имеются, то уже могут переводить прямо в родильную палату. Там вот, там, где женщины будут находиться всё это время, пока не родится малыш, и плюс ещё 2 часа после родов тоже там отдыхают. После только этого переводятся в послеродовое отделение. Вот, ну, и там обычно достаточно сразу, в первую очередь, ставят датчики сердцебиения, чтобы записать то на ребёнка. И эта процедура дальше повторяется каждые в среднем 3 часа, и после записи КТГа могут смотреть раскрытие. А на сколько времени ставят КТГ? Ну, 30 минут в среднем. Можно слушать тоны не только лёжа на боку, но и в любой удобной позе. Вот это вот тоже, о чём обычно я говорю клиентке, чтобы она сразу занимала комфортное положение. Ну, когда ты рядом с ней, женщина подогревает, то ты ей тоже помогаешь в схватке. В схватке. Да, там можно помассировать спинку, можно просто подсказать, подышать. Там всё как всегда происходит. И обычно, если всё ещё довольно далеко от полного раскрытия, то на этом внимание акушерки как бы и заканчивается, потому что больше вот это и не нужно. Как часто осмотры делают в гимнадии? Ну, раз в 3 часа в среднем. Это до полного раскрытия, но вот на подходе к нему могут почаще посмотреть. Женщины могут откатываться? Женщины могут откатываться. Ну, это не сильно приветствуется, скажем так, но и в разных больницах по-разному. Допустим, вот в больнице страдания стараются вообще около полного раскрытия лишний раз никуда пальцами не лазить. Они больше ориентируются на звуки женщины, на позы, на дыхание. То есть, когда они видят, что приближается полное раскрытие, они стараются уже не трогать и просто ждут в коридоре. В Рижском роддоме бывает как-то поактивнее смотрят, но и то, как пойдёт. Бывает так, что там смотреть нечего, уже всё видно сразу. Не успеваешь, да. Не успеваешь, да. Скажи, пожалуйста, вот раз. То есть, у меня девушки, которые проходят курсы, они совершенно с разных городов России. Конечно, если Москва, Питер они более передовые, действительно, врачи становятся более дружественными, и палаты меняются. В некоторых городах всё очень плачевно. И самое плачевное, что делает очень много активных вмешательств. То есть, женщины поступают в роддом просто, ей сразу подкалывают пузырь, например, да. Или оставляют её на Казагена всё время. Вот расскажи про какие-то такие нюансы, вот особенности. Как ты это видишь, у вас проходит? Знаешь, у нас, к счастью, это всё постепенно и плавно закончилось. За последние несколько лет такая практика, ну, уже практически не встречается. То есть, может быть, 15 лет назад так ещё могло бы. То есть, могли проколоть пузырь на первом осмотре, там. Да иногда, ну, что сейчас может быть? Ну, может быть, если клиентка ведёт себя не очень активно, тогда, конечно, врачи и медики занимают более активную позицию. Но если приехать к нам, чётко понимая, что хочешь в больницу, и уже с нормальным раскрытием, то, скорее всего, ничего делать не будут. То есть, просто примут малыша, осмотрят, при необходимости зашьют, и на этом, в общем-то, всё. То есть, у нас очень высокие шансы хорошо, спокойно, естественно, родить. И никаких рутинных процедур на въезде, кроме вот этого вот записи КТГА и вагинального осмотра, в принципе, то и нет. То есть, не бреют, клизму не ставят, пузырей, конечно же, не колят, просто наблюдают. Если видно, что женщина уже в активной фазе родов, то продолжает наблюдать. Если всё-таки это всё как-то подзатянулось, то есть там три, даже не три, а шесть часов без особой динамики, то, конечно, начинаешь что-нибудь предлагать. А вот как ты отцениваешь саму родильную команду, вот те люди, которые работают, вот ты как человек тоже, который среди них, ты видишь, насколько дружественны они к женщине, да? Вот женщина получает от них тоже вот ту поддержку, которая так важна всем на родах. Знаешь, тут бывает по-разному, но в общем всё очень вежливо и корректно. Вот зачем он нас следит? Затем, чтобы всё было этично, скажем так, да? И тоже в разных больницах немножко по-разному. Вот, допустим, в больнице Страдания весь абсолютный персонал обучен абсолютно любое прикосновение объяснять и предупреждать женщину. И я бы сказала, что абсолютно все разговаривают очень тихо, очень вежливо и очень-очень много объясняет, что сейчас происходит, что мы будем делать, что вот я сейчас прикоснусь, да, я сейчас протру. Это здорово, да. В других больницах может быть по-разному, но абсолютно точно какого-то грубого отношения нету уже, ну, по-моему, нигде, где мне давать делать, бывать. Я была в четырёх-пяти разных больницах. И вот эта вот вежливость, корректность – это то, что, конечно, очень приятно. Наташа, а женщина может выбрать? Наташа, а женщина может выбрать врача? Ну, понятно, врача. Можно, если хочешь заключить договор, то, конечно, выбирай, какого хочешь. Но вот так, что вот приезжаешь без договора, можно попросить поменять врача, если совсем не сдались как-то отношения. И вообще у нас врачи не активно участвуют в родах. У нас, скорее, акушерская модель родовспоможения. У нас роды принимает акушерка. То есть у нас акушерка принимает роды, врач стоит рядом. Если он там вообще есть, то он может как-то там направлять, что-то там говорить. И, в общем-то, в обычных родах врач может даже не появиться. А вот ещё конкретно тактика ведения родов хотела бы у тебя узнать, как ведут потуги, потужной период. То есть это идёт от женщины. Ну, врачи немножечко могут, допустим, акушерке скорректировать, помочь. Или это всё-таки роды на спине? У нас можно и так, и так. Тут тоже всё складывается из многих факторов. Во-первых, насколько активна и самостоятельна женщина. Потому что если она уже в состоянии, а я больше не могу сделать, а что-нибудь, конечно, не будут говорить, что делать. Опять же, бывает так, что как-то акушерка в силу стиля своего работы привыкла так работать, и она сразу начинает говорить, что нужно делать. Есть женщины, которым так не скажешь. Она просто скажет, что нет, я хочу вот так. У нас можно рожать в любой комфортной позе. На кушетке, рядом с кушеткой, на стульчике. Можно рожать в ванне. И, тем не менее, всё равно большинство женщин, конечно же, рожает лёжа на спине. Ну, как бы, с этой системой. Не то, чтобы нужно бороться, просто то, что мы можем сделать, мы можем объяснять, что можно и так, и так, и так, и просто подсказать женщине вовремя, что, а тебе так удобно. И довольно часто у акушерки нет особых возражений. И тут всё действительно дело в том, как акушерка привыкла работать. Есть акушерки, которые будут сами подсказывать, и женщина буквально вращает на этой кушетке в разных положениях. А есть те, которые скажут, что, значит, ложись вот так, ноги ставь вот сюда, руками берись и смотри на меня. Это если мы говорим про бесплатную роду, да? Если у неё контракт, то она может быть на верную кушетку тоже. Конечно, тогда можно выбирать акушерку, которая больше за такой вот лояльный подход к клиенту, и там уже, как договоритесь, так и будет, скорее всего. Наташа так резонула слух клиента. Ведь это действительно женщина в позиции клиента находится, она оплачивает услугу. И для нас, в России, это очень режет всегда, потому что нам кажется, что не клиенты, и мы тут вообще не главные. Просто постоим, поражаем, а вы нам... Ну, в общем, позиции. Я стараюсь не использовать слово пациент вообще, потому что, ну, всё-таки мы не больны в этой ситуации. Я всегда говорю клиент, 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 потому что действительно мы платим деньги, даже если это бесплатно, вот мы платим налоги, и на наши деньги содержится эта больница. Как только мы находимся в равноценном положении с медицинским персоналом, то есть не в позиции, что я пациент, а там специалист, а я человек, она человек, тогда становится намного проще общаться, ну, более-менее равноценно, и договариваться в том числе, потому что это очень чувствуется. Да, согласна, сотрудничество. Согласна, сотрудничество. Да, именно сотрудничество, потому что интересы-то общие. Нам нужно, чтобы ребёнок родился хорошо, и чтобы с мамой было всё в порядке, и об этом можно договариваться. Расскажи, пожалуйста, знаешь ли ты некую статистику о, например, операциях Кесарева с Чирни в ваших роддомах, в которых ты бываешь? Я вчера быстренько подчитала. Я нашла статистику за восемнадцатый год, ну, средненькое, да, то есть 20-25% Кесаревых сечений. То есть это не мало, с одной стороны, но и не 40, конечно. Статистики по стимуляциям я назвать не могу, но процент такой же, как и везде. Если говорить откровенно, больше 60%, я бы сказала, даже ближе к 80%, конечно же, стимулировать. И тут во многом даже проблема не медиков, а клиентов, которые приезжают рано, рано из этого всё. Ну, либо они не подготовлены, они не к страхе, они боятся. Все эти, скажем, ошибочные действия из состояния страха принимаются обычно. То есть если женщина подготовлена, она знает, что и на начальных свадках нужно не мчаться роддом, скопить силу и отдыхать, то этот процесс, он более актамоничный. Я вижу вопрос по эпидуральному анестезию. Рутинно назначаются по состоянию здоровья, то есть это мамы совсем молоденькие, малолетние, люди недееспособные, и там всякие проблемы сердца, всякие серьёзные проблемы, где нагрузка недопустима. А так нет, конечно, так только по желанию клиента, и она у нас не ставится слишком рано. То есть у нас, скорее всего, не получится получить эпидурал на въезде в роддом. Всё-таки, скорее, врачи будут ждать, чтобы была активная фаза родов и 3-4 сантиметра. По первому писку ты эпидурал не получишь. Расскажи про свой род. Ну, для граждан, для жителей ЕС, то есть для граждан, для тех, у кого есть вид на жительство, это может быть абсолютно бесплатно. Для не граждан, допустим, для граждан России, это будет просто оплата стоимости договора. То есть Рижский роддом, это 600 евро договор с врачом, 450 евро договор с акушеркой, плюс будет ещё плата за палату послеродовую, там какие-нибудь там, ну, 60 евро в сутки. Это вот, если мы говорим про больницу. 285 эпидуральная анестезия, роды в воде, без договора с акушеркой, возможно у нас, кстати, что интересно, 200 евро стоит удовольствие, получит самый такой дешёвый вариант хороших родов, роды в Рижском роддоме, без договора с акушеркой, но в воде. 200 евро. То есть это, по сути, палата в которой есть огромная ванна, в которой можно находиться и на схватках, и залезть в неё и рожать, и, как правило, к этой палате прикреплена хорошая, любящая водная рода акушерка. Это, конечно, прекрасно. Но, кроме того, как в Рижском роддоме возможность рожать в воде есть ещё в нескольких больницах, и она очень активно используется, потому что эти продукты, конечно, хотят. Здорово. Да. Есть ещё возможность разожать вне стационара, как это называется, в частном родильном центре абсолютно легально или дома тоже легально сертифицированы домашние акушерки. Там стоимость родов будет ближе к 1000 евро. И вот в эту стоимость уже включены и домашние визиты. Если говорить про родильный центр, туда уже включена стоимость и жилья, и неанатолог. Ну, то есть детский врач тоже его видит, что в этом этаже включается. Наташа, скажи подробнее про родильный центр. Потому что мне это понятно и знакомо, что это такое, но наши слушательницы вряд ли знают. то есть чего там нет и чего там нет. То есть что такое родильный дом? Там нет возможности сделать кесарево течение и эпидурал. Там тоже не делают. Всё остальное там можно получить и там можно рожать, если ты как бы фактически находишься в низкой группе риска. это, если так абсолютно легально, практически бывает так, что... Так, Наташа пропала у нас. Повтори, пожалуйста. Что именно вы пропустили? Вне группы риска, это начинка пропала. Да. То есть в основном там рожают женщины с низкой группой риска. И принимают роды акушерка. Врачей там нет. И она, в общем-то, занимается там всем. Это большой гостевой дом, который переделан под родильную клинику. Там, если не ошибаюсь, 5-6 комнат, где можно жить и где рожают. Большая ванная, где можно тоже рожать и где рожают на самом деле большинство женщин. Очень большая часть женщин. И что ещё? Ну, дальше просто приезжаешь туда. Можно приехать даже пораньше, буквально с началом схваток. Заселиться в свою комнату. Пойти погулять там очень красиво вокруг. Это на природе. Очень красивая территория. Рядом красивый маленький городок, куда можно съездить, пообедать, допустим, в кафе, пока идут схватки, если хочется. Можно никуда не ехать. Можно поспать, когда всё пойдёт поактивнее. Также иногда записываются тоны. Ну, хотя бы один раз нужно для документов на самом деле. Ну, и дальше делаешь, что хочешь. Есть шарф, есть мяч, есть душ, есть ванна. Можно себе ни в чём не отказывать. Ну, и когда приходит время рожать малыша, женщина решает, где она хочет, чтобы это было. Или в ванне, или у себя в комнате кровати, допустим. Или, не знаю, там, на полу. Или были даже случаи, где летом на улице, в бассейне. То есть, всё по желанию клиента. И всё это очень достаточно, ну, как-то, не знаю, просто и просто получается. Потому что, ну, меньше каких-то медицинских манипуляций. То есть, делается даже стимуляция только при крайней необходимости. Но если возникают какие-то медицинские показания, то, конечно же, акушерка может применять и медикаменты, медикаменты и другие средства, чтобы помочь маме и младше. В общем, я сама думала, третий раз всё-таки, может быть, поехать рожать в гармонию. Так называют этот центр буквально. Они далеко от меня находятся. Но потом просто поленилась ехать и всё-таки осталась дома. Я сама рассматривала такие родственные дома. Но в Голландии, когда я ждала первую дочку, мне очень нравился вариант вот этого отеля для родов. Потому что там действительно это, по сути, как квартира. Там же есть кухонка маленькая. Да, да. И ты можешь приехать туда. Даже с нашим ребёнком, с папой. Это такой вариант домашних родов, но вне дома. Да, это очень комфортно и удобно. И там буквально можно приехать просто с дамской сумочкой, вообще без вещей, потому что там на Мете есть всё необходимое, начиная с памперсов и прокладок и заканчивая банными халатиками. И да, на первом этаже большая кухня со столовой, где можно приготовить себе еду. Вот они не обеспечивают питанием, но можно готовить самим и можно заказывать еду из ближайшего кафе. И можно даже приглашать гостей, потому что есть гостиная тоже на первом этаже, где вот можно посидеть с родственниками. Я слушаю и просто не могу отдать улыбку, потому что это действительно такая сильная, мощная, ну, не знаю, поддержка женщин и родов после, да? Ты в таких условиях, чтобы ты не в больнице, где к тебе никому нельзя, и ты вот тут как бы лечишься, а когда ты можешь всё, ты обычный человек, просто подложись новому ребёнку. Наташа, сколько стоят роды вот в таком родительном доме? Тоже плюс-минус около 1000 евро. То есть там, ну, чуть-чуть даже меньше получается. Там где-то стандартная цена 800. То есть это по деньгам для граждан России это то же самое, что рожать у нас в больнице. Конечно, уровень комфорта намного больше, и там действительно красиво. И вот у хозяйки этого центра, у Айи, у неё там около дома целый розовый сад. Если клиентка оставляет плаценту, она вот закапывает у себя в саду и ссев сажает розовый куст или какое-нибудь ещё растение. И потом вот, когда рождается малыш, она вывешивает флаги, то есть там или мальчик, или девочка, чтобы все видели. В плане безопасности всё очень хорошо, потому что ближайшая больница с родильным отделением находится буквально в 10 минутах езды. скорая помощь, если что, пост тоже рядом. И если ситуация, становится понятно, что такая неоднозначная, то почта предлагает перебраться в Северскую больницу, в дело уже можно делать всё необходимое. И в том числе кислородное сечение тоже. Хочу вот сказать вам, что это легализованное. Это легализованное. В Европе всё легальное. в родители, в родители. Но, как сказала Наташа, такие роды возможны для женщин вне группы риска. То есть это не так, что у тебя там операции на сердце, какие-то проблемы у ребёнка, и ты вся такая естественность идёшь в родильный дом. Включаем голову. Женщина вне группы риска, она здоровая, у неё нет никаких предпосылок о том, что что-то произойдёт у неё. Кстати, расскажи подробнее. Расскажи подробнее. Кто может рожать в таких родильных центрах? Роды двойни берут? Роды двойни берут? Ну, мне доводилось быть именно там, именно на родах двойня. И, как бы, если у меня юридическое образование, но вот с точки зрения закона это было уже немножко за грани, но под ответственностью женщины. Да, то есть, конечно, акушерка берёт... В первую очередь смотрит на здоровье мамы, на её желания, на её подготовленность, на её, скажем так, адекватность. Если акушерка что-то настораживает, она имеет право и, конечно же, отказать тоже, потому что, ну, это очень большая ответственность. Каких-то страшных, печальных случаев там, в общем-то, насколько я знаю, не случалось, и процент переезда в стационар тоже очень небольшой совсем. По поводу подготовленных, адекватных женщин, то есть, акушерка её ведёт, то есть, акушерка её ведёт, она знает её заранее, она встречается, да, она проводит акушерские осмотры, да, она входит с ней в контакты и потом с ней рожает. Так происходит? В идеале, да, но бывает так, что это было буквально две-три встречи и на этом женщина рожает. Конечно, акушерке проще, если хотя бы часть беременности наблюдалась у неё, но, опять же, если видно по документам, что со здоровьем вроде бы всё в порядке, там все нужные анализы видны, женщина вменяемо хочет и может, то всё возможно. Наташа, вот вопрос как раз. Наташа, вот вопрос как раз. Как у женщины, как у женщины, как у женщины берёт на себя такой ответ? Я не знаю, как сейчас. Я не в курсе всех случаев, которые там происходят, но случается. Получается. Расскажи теперь про домашние роды. Там всё то же самое, только дома. То есть там получается, что точно так же желательно хотя бы часть беременности наблюдать у акушерки. Хотя, опять же, не так давно у меня была одна клиентка из России, которая буквально за месяц до родов переехала жить в Латвию. И она, послушав меня, встретилась с домашней акушеркой и прекрасно родила дома. То есть, да, у неё были все документы о ведении беременности, по-моему, из Москвы. Акушерка смотрела, согласилась, и роды прошли совершенно прекрасно. То есть, акушерка обычно в стоимость домашних родов входит три визита. Как правило, один до родовой визит домой, потом как минимум два послеродовых. ребенка встречается с акушеркой, рассказывает о своих пожеланиях, страхах, волнениях, планах. Потом просто ждут, чтобы роды начались. Всё просто. Всё просто. Ну, всё, на самом деле, не о чём рассказывать. Начинаются роды, начинаются схватки. конечно же, женщина находится на связи с акушеркой. Если нужно, акушерка приедет, посмотрит. Если женщина волнуется, послушает сердечко малыша, если видно, что там ещё долго до рождения она может отъехать по своим делам, чтобы вернуться потом ближе к более активной фазе. И находится рядом с женщиной всё время, пока ребенок не родится, и ещё там как минимум два, три, четыре часа после рождения. Наташа, вот... Акушерки с собой... Да, про ранний послеродовый период. Да. Расскажи, как вот это происходит. Вот ребенок родился, и что? И его кладут на маму, обтирают, через время пережимают пуповину. Иногда маме параллельно по больничному протоколу могут сделать укол окситоцина в бедро, чтобы стимулировать сокращение матки. И дальше мама держит малыша, обнимает, целует, все плачут от счастья, малыш укрыт одеялком. Акушерка проверяет живот, смотрит, чтобы сокращалась матка, просит потужиться, чтобы вышло плацента. Ну и вот после этого дальше смотрят, что с промежностью, есть, нету разрывов. Если вдруг всё-таки нужно зашить, то уже приглашается врач на зашивание, в больницу зашивает врач. Ну и через 40 минут в среднем после рождения ребёнка кушетку превращают в кровать, прямо на ней же женщина одевает этот вот послеродовой памперс, переселается кроватка, и всё, можно лежать, отдыхать, кормить. Малыша не забирают, не забирают, не моют, ничего обычно из дыхательных путей не откачивают, за исключением может быть, если были какие-то сильно-сильно зелёные воды и там были какие-то сложности. Всё в порядке, малыш всё время лежит на маме, если мама того хочет. Бывает даже, что врач не анатолог, а смотрит малыша прямо на маме не снимая, что абсолютно прекрасно, конечно. и можно самим одеть малыша, можно одеть его в свою, конечно же, одёжку уже перед переездом в послеродовое отделение. Через два часа это происходит обычное. Приезжает такая как каталка, мама с малышом на руках туда садится и аккуратненько едут на другой этаж. Ещё такой вопрос. Вот сколько дней после кровот находится в больницу и практикует для раннего выписки? Да, это возможно. Через шесть часов после родов можно подписать документы и уехать домой. Это обычно не практикуется, потому что все боятся, но это возможно. В общем, совершенно спокойно, будут только рады. И в среднем держат в больнице два-три дня после обычных родов и четыре-пять дней после Кесарева. и дальше всё, ты приезжаешь домой и ты сама, сама, сама. То есть у нас, к сожалению, нет никакого послеродового ухода. Просто визит семейного врача один раз и следующий раз через месяц к гинекологу и с ребёночком к врачу тоже через месяц. Но ты к женщинам, с которым ты рожаешь, ты потом приезжаешь, помогаешь, например, кормлением грудью. Если женщина просит, то да, если нет, то нет. Понятно. Я так радуюсь, что женщина это услышит из твоих уст, потому что это очень им даёт большую поддержку, что это где-то норма, что твои желания нормальны, и это не ты там в интернете на фута в стране родового периода. А что так делают? У нас это абсолютная норма, и даже как-то странно представить, что может быть по-другому. Даже если женщина не очень-то и хочет, чтобы ребёнок был с ней, он всё равно с ней. И те, кто нас слушает, пишите вопросы, можно сейчас ответить, что дети по-другому. Я вижу вопрос, нужно ли после родов дома ехать в больницу на осмотр младенца? Нет, не нужно, потому что домой приезжает врач-неанатолог, осматривает ребёнка на дому, это должно быть в первые сутки после рождения малыша. Для анализа необходимы, допустим, если у мамы отрицательный резус-фактор, то у ребёнка берётся анализ крови из пуповины, и это делает акушерка. в том числе и сбор стволовых клеток у нас сейчас тоже практикуется, это тоже можно сделать и в больнице, и в родильном центре, и на дому, это делает акушерка. Тут есть возможность у ряда больниц Латвии оформлена возможность медицинского туризма, если я не ошибаюсь. То есть они могут оформлять приглашение для приезда на получение медицинских услуг в Латвию, и, если я не ошибаюсь, виза выдаётся даже на год в этом случае, достаточно надолго. То есть вроде как бы приехать вот так вот просто и потом приехать в роддом это может быть проблематично, но заказать визу таким образом и по приезду заключить договор с больницей очень даже реально и довольно часто практикуется, по крайней мере, родильный центр гармония, а я этим регулярно занимается и, конечно же, это здорово и удобно. А за сколько времени дохода уезжают? в среднем за месяц. И после ещё в месяц. Ну, как-то так, да, то есть получается, что нужно заботиться, конечно, жильём, да, ну, по деньгам сколько это, ну, в среднем где-то 500 евро в месяц получается аренда симпатичного жилья. Многим нравится жить у моря, чтобы было красиво, тем более, летом. Ну, и да. И довольно много я вижу у девочек из России, которые просто, ну, семья переезжает жить к нам. Допустим, муж работает удалённо, и ребята какое-то время, там, год-два, там, или несколько живут где-то на жительство у нас в Латвии. И я вот сейчас много таких вижу. Маму себя на занятия, что более популярно. Здорово. Спасибо много за то, что ты провела утро. Моей компанией всех этих девушек поделилась. Может быть, повторим через какое-то время рассказать ещё. С ровным удовольствием. Мне очень понравилось и готова что-нибудь рассказать. А можно записать этот эфир? Потому что у меня... Эфир? Да. Запись Инстаграм не даёт, можно просто записи экрана сделать. Я сейчас опубликую его на 24 секунда, он будет висеть в профиле. Да, будет висеть. Потом можно будет на YouTube просто отправить, чтобы другие посмотрели записи. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был на трансляции. Всем хорошего дня. Спасибо, Наташа, ещё раз. Очень, очень была рада. Спасибо.